Друзья, сегодня мы отправимся с вами в экстремальный лыжный поход. Поход, потому что, ну, как бы весна, может быть мы с вами и не сильно профессионалы, а вот гость, который у нас в студии, отправится на экстремальную лыжную гонку. Но если быть точнее, то он вернулся с нее и привез победу. У нас в гостях Андрей Смолянин, мастер спорта по лыжным гонкам, чемпион России по скоростным лыжероллерам и участник чемпионата мира по скоростным лыжероллерам. Андрей, здравствуй. Здравствуйте. Ну, прежде всего, поздравляем. Спасибо. А, собственно, возникает сразу первый вопрос. Лыжные гонки, экстремальные и неэкстремальные, чем они друг от друга отличаются? Ну, классические лыжные гонки, к примеру, это если брать чемпионат России, да, как он в классическом формате проходит. То есть там мы приезжаем, участвуем по подготовленной трассе, где соревнования проводятся, стандартные трассы, там, к примеру, дистанции 15 километров, 30, 50, и все они проходят по специально подготовленной трассе, накатанной ретраком. А экстремальный марафон, это, наверное, пожалуй, это один, единственный в России марафон, который проводится в таком формате. То есть мы стартуем с геотермальной станции, которая находится на высоте 1000 метров у подножия вулкана Мутновский, и бежим, то есть куда глаза глядят, у нас есть карта примерно, то есть куда нам нужно финишировать, откуда стартовать, нефинишировать, мы там ориентируем. И все, и дальше, ребята, разбирайтесь сами. И да, ну, обычно бегут все, стараются друг за другом, то есть первый пошел, и за ним там двигается народ, смотрит, куда идти, примерно ориентируется по линии электропередач, там высокие такие станции. Но, опять же, это же скоростной, значит, нужно прийти первым, поэтому как-то же не будешь все время ехать за первым там. Нет, ну там меняется, то есть это масс-старт, в формате масс-старта проходит, то есть общий старт, мы стартуем все вместе, и там тактическая борьба, то есть здесь от классических гонок не отличается. Такая же тактическая борьба, меняются люди там, кто-то вышел вперед, протащил, протянул, ускорился от кого-то там оторвались, потом кто-то там подъехал. Здесь вся сложность экстремального марафона заключается в том, что здесь большие спуски, то есть мы едем по горам, по перевалам неподготовленным, и спуски там буквально, я не знаю, вот смотришь, подъезжаешь вниз, и не видно, где там заканчивается обраг. То есть, по сути, получается, это одновременно как бы и горнолыжный, да, такой, с одной стороны, спорт, и с другой стороны, вот, лыжные гонки. А в какой момент, я так понимаю, изначально всегда занимался, ну, вот, лыжами обычными, обычными, то есть, как бы, ничего не предвещало беды, а тут экстремальный марафон, вот как это получилось? Вот у меня друг, Константин Игнатьев, он живет на Камчатке, мы с ним когда-то выступали за одну команду, за Кемеровскую область мы представляли с ним, и вот он мне про этот марафон давно рассказывал, он в нем участвует, его вот восьмой раз проводят уже, и он пятикратный победитель этого марафона. Вот он мне про него рассказывал, и говорил, как это классно, какие-то ощущения, там. Я сначала не решался, вот первый год, когда я приехал на Камчатку, я не решился его бежать, потому что была еще погода плохая, был туман, и как-то я не рискнул, и плюс люди, которые... То есть ты просто смотрел, да, как это... Я даже не поехал смотреть, я поехал там в источниках купаться, мне потом просто видео показали. Вот, он мне рассказывал про него, и потом все-таки, ну, какой-то азарт спортивный, мне захотелось тоже, все-таки, ну, все люди бегут, и девушки, и женщины бегут, ну, значит, я... То есть он универсальный между всеми, нету такой градации, что мужчины и женщины... Нет, делятся, то есть женщины отдельно награждают, мужчины отдельно, но стартуем все вместе. А сколько спортсменов одновременно стартует? Ну, там ограниченное количество участников, потому что там формат такой, то есть нас... мы стартуем, к примеру, в субботу, в пятницу собирают людей, садят их на специальные машины, которые могут туда доставить, на эту геотермальную станцию, нас завозят туда, мы ночуем там, и на следующий день стартуем. То есть там ограниченное количество мест, чтобы можно привезти. Вот 50 человек примерно там, не всех допускают. Там за неделю до этого проходит Авачинский марафон международный, 60 километров. Это уже стандартные классические гонки. Оттуда еще отбирают народ, то есть кто лучше выступил там, их, соответственно, приглашают на этот марафон мутновский. Вот, и там небольшое количество участников. Но опять-таки немногие соглашаются, немногих берут, потому что это, ну, опасно, на том, на экстремаре. Ну, потому что там и часто люди... Ну, я, к примеру, вот, участвуя во втором этом марафоне, лыжу сломал там. То есть мне вот МЧСники там помогали, привезли там на нартах лыжу. Я взял, правда, на свою не нашел, потому что в торопях же, это все-таки гонка. Выбирал там, не увидел свою, схватил чужую, и которая подошла, взял эти лыжи, одел. Кто-то... ну, там бегут люди возрастные даже, там какие-то, и они, бывает, падают, потому что, ну, реально, там, горнолыжные склоны. А чем-то отличается экипировка классического там лыжника от экипировки, вот, которая в данном случае? Нет, здесь, в принципе, ничем не отличается. Просто сюда мы берем лыжи, как правило, то есть у нас много пар лыж, да, там, лыжников. И есть хорошие пары, которые мы на классические гонки на самые важные отбираем. И здесь, ну, так как знаешь, что можешь сломать лыжу, берешь пару похуже, ну, то есть, которая не так часто используется в гонках. Вот, и все. А так... А, и дополнительно здесь единственное, что на этом марафоне рюкзак заставляют упивать 3 килограмма за плечами, должен быть рюкзачок. А почему? Это утяжеление специально? Это специальное утяжеление, ну, для участников придумали такое. Вот надо обязательно с рюкзаком, и не меньше 3 килограмм должен быть рюкзак. Я, насколько знаю, первый раз, собственно, на второй раз сломал лыжу, а вот на этот, на третий раз, там тоже были, да, какие-то передряги, переносили гонку. Да. Это с погодными условиями тоже все было связано. Да, сначала, то есть там по дням перенесли, мы должны были в субботу стартовать, бежали в воскресенье в итоге. Нас не повезли на эту геотермальную станцию, потому что накануне там был сильный ветер, и ничего не было видно, там даже потерялись люди, которые там живут, ну, живут на этой геотермальной, работают. И МЧС сказала, что нет, нельзя туда людей увозить, потому что могут пропасть люди, в общем, что там не раз и было. Но со спортсменами такого ни разу не было, ну, и они, в общем, не разрешили, перенесли на следующий день. То есть мы приезжали уже сами на машинах, изменили формат, мы не поднимались туда, в горы, а стартовали по, начиная с финиша вот этого марафона, пробегали 20 километров в одну сторону и разворачивались обратно. То есть там вот такой формат. Где-то в конце стояла фишечка, которую нужно было бежать. Там был такой круг, там стояли люди, они еще покормили, то есть на марафонах часто специальные такие пункты питания. А, то есть можно остановиться поесть? Нет, не поесть, это жидкость специальная, которую спортсмен поглощает, чтобы там энергетические, в общем, изотоники какие-то, что-то еще гели какие-то. Вот. И они там стояли, то есть контролировали, вот поворот, мы разворачиваемся, и тут же по этой же дистанции в обратную сторону на финиш. Сколько длится вообще гонка? В этот раз мы бежали в районе двух часов. 40 километров ее сократили еще, ну, пусть, по погодным условиям. Но сложность в этом году, экстрима такого в этом году не было. Была только сложность в том, что все проваливалось. То есть невозможно было... Ну, то есть такой рыхлый снег. Совершенно, то есть не было насто, и поэтому вот так долго бежали обычно там быстрее. Слушай, ну, судя по тому, что места действительно как бы дикие, да, по ним ездят вот только вот такие вот автомобили, я так понимаю, глубина снега там неплохая. А тут есть фотография даже будет, там на геотермальной станции высота снега 15 метров. То есть можно прям вот туда вот прям... Ну, прям так, наверное, он там все равно спрессован, и туда не провалишься. Ну, понятно. Но вот они туннели прорывают для машин, которые туда проезжают, и там вот 15 метров высота. Столбы фонарные не скрывают. Ну, в этом году были ли какие-то сложности, помимо погодных и помимо дорожных, так скажем, прохождения вот всей дистанции? Или достаточно ровно все шло? Нет, достаточно ровно. Только погодные условия, там, состояние трассы, сложность была в этом. Ну, и любая гонка на 40 километров, она энергозатратная. Она в любом случае, то есть там бежали сильные соперники, и она, естественно, будет сложность. Это, получается, отдельная стратегия, да? Отдельно подготовишься с утра, готовишься там вечером, отдых специальный, возможно, какой-то. Перед марафонами обычно спортсмены насыщаются углеводами, чтобы запасается гликоген в печени, в мышцах, которые потом он нужен, используются в гонке. То есть это специальное питание углеводное. Иногда проводят там углеводно-белковую диету, то есть за несколько дней начинают, едят только белки, потом переходят только на углеводы, исключая там одно из них. Вот, то есть специальная подготовка, конечно, к марафонам. А на протяжении марафона, вот непосредственно самой гонки, стартанули резко, там можно подождать, немножко в финале прибавить, или тоже как-то это периодически, так, рывками все. Ну, да, то есть там зависит от того, кто бежит, и там у некоторых спортсменов, ну, точнее, у каждого своя стратегия. Я, к примеру, не люблю идти первым тащить за собой людей. Я всегда иду где-то сзади, контролирую какие-то рывки, смотрю, как лучше может дистанцию где-то там угол подрезать, тот же, если там, например, поворот в какую-то там сторону. Вот, то есть я так веду гонку. Кто-то ведет, любит именно темпом, встает вперед и натягивает, натягивает, и там кто-то отцепляется. То есть у меня, например, финиш хороший, поэтому мне смысла нет дергаться до, ну, там, раньше времени. То есть ты едешь за всеми, наблюдаешь, как это все происходит, и в финале, так сказать, подорвался и дошел. Ну, да, если получается так, потому что все-таки это не вело-гонки, где поток слишком много значения имеет. У нас все равно, если ты сзади идешь, нужно сильно работать. То есть не получится так, что ты это не знаешь, что если сзади ты отдыхаешь. Терпеть приходится. Что касается финиша, финала и трассы, и понятно. А вот непосредственно нарушение каких-либо правил. То есть в классических лыжных гонках есть трасса, ты ее придерживаешься от начала и, собственно, до конца. Здесь, получается, ты нет такого понятия, как срезал. Нет, здесь такого нет. А за что можно получить ата-та? Ну, так же, как и в классических гонках здесь, то есть нельзя, контактная борьба запрещает, нельзя толкаться. Вот на финиш, допустим, мы уже вышли вместе, нельзя мне там его толкнуть, чтобы он там упал. То есть касание нельзя, нельзя. Коснуться его лыжи, то есть если я ему помешаю, меня могут дисквалифицировать. Слушай, ну а если ты, например, едешь, вырываешься вперед, ну у тебя же нет зеркал заднего вида, ты его обгоняешь, перекрываешь ему путь и случайно наезжаешь на его лыжу. Или это он считается, что кто нарушил? Тот, кто сзади или тот, кто подрезал? Нарушил тот, кто, допустим, если я иду чуть-чуть впереди, он немного сзади меня идет, соперник, и я перекрываю ему дорогу, ну то есть я мешаю ему, тогда я, получается, виноват. Но это новые правила такие международные. Тут ничего не поделаешься. Да, тут ничего не сделаешь. Слушай, ну третий год, все-таки три попытки, и все получилось, победа в марафоне. Что помогло тебе в этом году, как ты думаешь? Ну вот в этом году, на самом деле, этот год у меня был тяжелый в плане выступлений. То есть к тем гонкам, к которым я готовился, чемпионат России, я выступил не очень хорошо. И я чувствовал, что вот я набираю форму за счет стартов этих. На чемпионате России там много гонок пробежал. И вот за неделю до Мутновского марафона бежали Авачинский, который я вот тоже третий раз бегу. И на Авачинском я уже показал лучший свой результат в этом марафоне. То есть марафоны вообще это самая слабая моя сторона, на самом деле. Я люблю бегать спринт 10 километров 15, даже 30. Хорошо у меня получается. Вот марафон у меня не хватает зачастую. И здесь я чувствовал, что на марафоне предыдущем 60 километров я уже хорошо пробежал, показал свой лучший результат. Уже уверенность какая-то пришла. И здесь, к тому же, еще сократили дистанцию до 40. Это вообще мне было на руку. Тут вообще радость была просто. Ну, здесь главное было все правильно тактически сделать. Лыжи работали у меня отлично в этом день. Просто здорово. И все получилось. Слушай, ну, мне кажется, тут вот просто одно можно порекомендовать абсолютно всем. Даже профессиональные люди, профессиональные спортсмены все равно постоянно учатся, учатся, совершенствуются. Поэтому совершенствование вам, друзья. Ну, а о своей собственной истории победы сегодня нам рассказал. Андрей Смолянин, победитель экстремальной лыжной гонки «Мутновский марафон», мастер спорта по лыжным гонкам, чемпион России по скоростным лыжероллерам и участник чемпионата мира по лыжероллерам. Спасибо большое. Спасибо за приглашение.